Она не соответствует вызовам времени. Поэтому, если апелляционная жалоба уходит в сторону от заданного вопроса, можно обращаться в конституционную жалобу за очень короткое время, что и было сделано. Буквально по каждому недобросовестному приему мы обращались в вышестоящую инстанцию, в вышестоящую инстанцию, заметили также понуждение к отказу от жалоб со стороны финансового управляющего. Мы обращались в саморегулируемую организацию «Солидарность», но впоследствии, когда финансовый управляющий привел такой аргумент, вас совсем не освободят от обязательств, если вы дальше будете заявлять отводы судье, не находиться общего языка, то... И вот используют этот аргумент как неосвобождение, как шантаж. А этого делать нельзя. Наконец, финансовый управляющий понудил дружников к расторжению договора с представителем. Начал выдвигать гипотезу о неравноценном обмене и, опираясь на довольно сомнительный отчет об оценке, взыскал с представителя все, что было уплачено по сделке. Это беспрецедентно совершенно, поскольку отчет явно имел заказной характер. Впоследствии мы обжаловали его в районном суде в отдельном порядке, сослались на федеральные стандарты об оценочной деятельности, на утверждение о якобы имеющейся базе данных в Росстат. Вы можете себе представить, чтобы в Росстат были данные о рынке семейных банкротств России? Нет. Это совершенно новые данные. Мы просто предполагали, что такие данные отсутствуют, и они были проведены, взяты оценщиком с потолка. Когда мы получили ответ из Росстат, эта гипотеза подтвердилась. Отсутствуют такие базы. У нас этот ответ сохранился. Дальше, конечно, главный вопрос, который возникает. Финансовый управляющий одновременно стал работать в роли юриста, защищающего интересы банкротства, и в роли финансового управляющего призвано урегулировать конфликт должника с кредиторами. Эти роли принципиально конфликтны между собой. В чем вы видите конфликт интересов? Давайте подумаем. Ну как, он, получается, наступает по обе стороны баррикады. Он и должен представлять интересы должника, то есть там каким-то образом реализовать имущество, либо делать писательный счет, и при этом он хочет представлять другую сторону. Да, финансовый управляющий – это фигура нейтральная, точно так же, как медиатор. Его вознаграждение не должно зависеть от личных симпатий, антипатий. Вот это на практике. Если он получает что-то сверхоговоренного вознаграждения, ну ладно, если это касается других процессов. Допустим, после работы финансово-управляющим, какие-то другие дела он ведет, защищая интересы других предприятий и граждан. Ну, а если он требует вознаграждения и при этом постоянно повторяет, только вот моим способом вы получите освобождение от обязательств, тогда это можно трактовать как неосвобождение. И здесь возникает вопрос доверия к суду. Мы подали всего 4 отчета, ой, отвода судье, но поскольку это было сделано в очень стрессовой ситуации, то есть провоцированные отводы, судье надо готовить заранее, но заявлять их последовательно, с сериями и неожиданно. Понимаете, это должно быть как ринг, спортивное состязание. Поэтому бывает, что вы заявили отвод несколько такой отвлеченный, аргументы нельзя выкладывать сразу. Сергей Дмитриевич, Есть